Дорогие друзья, добрый вам вечер! Сегодня проложим разговор про короткое и ёмкое слово «мир». В Евангелии мы находим это слово в очень своеобразном контексте, настолько своеобразным, что оно вызывает просто недоумение верующим в Евангелии и Новом Завете. Иоанн Богослов, апостол, в своём первом послании даёт такую установку. Не любите мира и того, что в мире. При этом под миром понимается Вселенная. Мир пишется и десятиричные, и через источник. Не любите мир. Любовь к миру, вражда против Бога. Все вот эти высказывания настраивают верующих на определённый лад, что мы находимся во вражде с этим самым миром. Всё это мирское, всё это плохое, всё это никуда не годное, всё это вредное, всё это антихристианское. Мир вас ненавидит. Не удивляйтесь, если мир вас ненавидит, он прежде меня возненавидит, говорит Спаситель устами того же апостола Иоанна Богослова. Казалось бы, здесь явная конфронтация. Вот мы, не смы, якобы прочие человецы, все такие особенные, а вот там мир, который против нас, и мы должны с ним противостоять. Тот же самый евангелист Иоанн Богослов, словами того же Спасителя, говорит, «Так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного отдал, да всяк верующий в него не погибнет, но да имеет жизнь вечную». Где же тут, как сказать, как же тут разобраться? То ли Бог против мира, то ли Бог возлюбил этот мир и пошёл за него на смену. Ну, и что, как всегда, ответ достаточно очевиден, вы сами можете догадаться, что одно и то же слово в разных контекстах означает принципиально разные вещи. И будьте к этому готовы, не удивляйтесь этому. Ищите смысл за словами, ищите смысл за высказыванием, ищите смысл за текстом, не цепляйтесь к словам. Потому что если будете цепляться к словам, так на уровне слов и останетесь. «Мир, который против Бога – это мир греха, это совокупность греховных, искажённых, извращённых начал человеческой природы. Вот что такое мир, который против Бога. А мир, который возлюбил Бог – это та Вселенная, которую Он создал, и та Вселенная, в которой поселил человека, и человек, который составляет не просто неотъемлемую часть этой Вселенной, но в известном смысле главную часть этой Вселенной. Ради Вселенной, куда вселён человек, ради человека, ради каждого человека, Бог приходит в этот мир, любит его, отдаёт себя на смерть. Чтобы мир во втором значении в конце концов исчез и перестал существовать. Чтобы остался мир только в первом значении. Давайте постараемся. Всего вам доброго.